Заняв пост председателя Евросоюза, Швеция начала действовать с размахом. Она воспользовалась визитом высокопоставленной делегации из Брюсселя для торжественного открытия первого в ЕС комплекса для запуска спутников Земли. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это важным моментом для Европы и для европейской космической индустрии. Вдобавок, Швеция объявила об открытии крупнейшего в Европе месторождение редкоземельных элементов, которые необходимы для производства смартфонов и электромобилей. Эти открытия будут способствовать укреплению стратегической автономии Евросоюза и его позиций в мировой экономике. Еврокомиссары прибыли в Швецию, чтобы встретиться с ее правительствами и определить приоритеты ЕС на следующие шесть месяцев. Одной из самых больших проблем станет конкурентоспособность Союза. Ее грозит подорвать американский закон о снижении инфляции. Он предлагает щедрые фискальные стимулы для европейских компаний, переводящих свои активы и инвестиции на другую сторону Атлантики. Это чревато разорением многих малых предприятий, остающихся в ЕС. Брюссель готовится предложить в ответ свое подобное законодательство. Для нас важно то, чтобы в секторе чистых технологий с его инновационной мощью Европа играла по одинаковым и честным правилам с Америкой. Мы хотим соревноваться не по субсидиям, а по качеству. По этой проблеме среди стран-членов ЕС выявились разногласия. Зато Евросоюз един в осуждении российского вторжения. Премьер-министр Швеции указал на влияние, которое оказывает на всех война в Украине. Мы продолжим поддерживать европейскую миссию военной помощи Украине. Никакая другая отдельная задача не может быть более важной для председательства Швеции, чем эта. Судьба Украины – это также судьба Европы. Встреча состоялась в самом северном городе Швеции – Кируна. Его предполагается передвинуть дом за домом, чтобы расширить шахту для разработки полезных ископаемых. Это уникальное место отлично подходит для совместной фотографии еврокомиссаров и министров страны-председателей ЕС. По информации немецкого издания «Шпигель», министр обороны Германии Кристина Ламбрехт собирается уйти в отставку. Ранее об этом сообщила также газета «Билд». По данным этих СМИ, Ламбрехт несколько раз говорила с канцлером Олафом Шольцем об уходе из кабинета после скандала вокруг ее новогоднего поздравления, которое обернулось полной катастрофой. По всей видимости, по договоренности с канцлером, Ламбрехт должна была сама объявить о своей отставке в понедельник, дав главе правительства время найти ей замену. Официально о планах отставки в Берлине никто ничего говорить не захотел. Представитель Ламбрехт Кристиан Тильс на вопросы не ответил. Аналогичную позицию заняло руководство СДПГ. Граждане Чехии избирают президента. На пост главы государства в числе восьми кандидатов претендует бывший премьер-министр Андрей Бабиш, недавно оправданный по делу о мошенничестве и предлагающий провести в Праге саммит мира по Украине. На голосование выделили два дня, пятницу и субботу. Сосиологи считают, что только у трех кандидатов есть шансы стать президентом. Помимо Бабиша, это генерал армии и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор университета Менделя в городе Бурно экономист Дануша Нерудова. И Павел Нерудова в большой политике новички. Каждый из них, согласно опросам, опирается на поддержку в 26-27% избирателей. Как ожидается, предварительные итоги голосования станут известны вечером 14 января. Чешские политологи уверены, что в первом туре победитель не определится и потребуется второй тур голосования. Он запланирован на 27-28 января. Победитель заменит на посту президента Милоша Зимана. Более чем на полтора миллиона долларов суд в Нью-Йорке оштрафовал компанию экс-президента США Дональда Трампа. В июле 2021 года Трамп Организейшн и ее финансовому директору Алену Вайсельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов. Миллион шестьсот десять тысяч долларов – это максимально допустимый в подобных случаях размер штрафа. И он вдвое превышает сумму налогов, которые не были уплачены. Руководство компании обвинение отвергает и намерено опротестовать решение суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова